Девушки отдыхают Официальный репортаж о весенней охоте на уток в Верхнеколымском и Лусе. По сравнению с Центральной Якутией, сроки охоты здесь открываются поздно, обычно в последних числах мая с охватом первой недели июня. На озерах к началу охотничьего сезона появляются забереги, а к концу срока лед может растаять полностью. Погода в эти дни исключительно переменчива, от жаркой 20 и более градусов до минусовой. Особенно, если подует северяк, как здесь минует северный ветер, погода может кардинально измениться в течение нескольких минут. Ветер усилился капитально. Опять придется уходить. На ветках по такому ветру опасно. Короче, мы снимаемся. Ледовая обстановка и состояние ветра заметно влияют на текущую дислокацию охотника. Спасать манки и скрадок от надвигаемой массы льда охотнику иногда приходится несколько раз в день. В основном здесь охота ведется на таких уток, как турпан, по-якутски анды, морская или хохлатая черник, умсах, морянка, эмилля. Реже встречаются гоголь, арулос, луток, бельгинах, булчут и крохаль, улун. По местным поверьям, первый турпан здесь появляется 3 июня, в день царя Константина. Вряд ли римский император Константин, известный своей веротерпимостью, даже при жизни имел влияние на прилет турпанов на Колыму, но день 3 июня здесь отмечается широко. Субтитры создавал DimaTorzok Поймать хороший кадр – это равноценно тому, как на охоте сделать быстрый, точный выстрел. Причем в обоих случаях – это результат совокупности действий и личных качеств человека. Мы предлагаем вашему вниманию один занятный кадр. Догадайтесь, что бы это значило. У тех, кто здесь охотился, наверное, появилась версия, что это подбитая морянка. Но я не ошибаюсь, посмотрите сами. Это всего лишь Андатра. Причем никакого монтажа, как видите, здесь не было. Этой братьей развелось здесь много. Помнится, ровно три года назад нашей бригаде довелось участвовать в мероприятиях концерна «Сахабут» по расселению Андатры для улучшения ее породы. На озеро Дюлей мы привезли и отпустили более полусотни вирюзских андатор, которые были намного крупнее колымских собратьев. Не кусайся. Стыдь, стыдь, да. Эй, маннык к нам, хаянка, так наружу, так наружу. Ты что, клетку проси, ты лезь. Назад плывет, посмотри. Домой хочет, да? Тебе, а, вот, посмотри. Сегодня видно невооруженным взглядом, что Сахабут и мы старались не зря. Сахабут Сахабут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы хотим ознакомить вас с особенностями расстановки манков при охоте на северную утку. Так как эти виды уток летят очень организованно, манки расставляют с учетом их предполагаемого маршрута. По направлению полета выстраивается своеобразный коридор из парных манков. В конце коридора помещают одинокую самку турпана. Пролетая мимо нее, самцы садятся или просто замедляют скорость. Надо учесть, что крайний манок должен располагаться в зоне досягаемости выстрела. А следующий совет относится скорее к женам охотников. Очень удобная вещь оказывается. Для нашего японского термоса Вот такой чехол надо сшить. Он сам как теплоизолятор. Видишь, как кянчи. Здесь на липучках. Здесь можно ручку делать. Тогда и там зимой ничего не замерзает. В общем, очень удобная штука. Для того, чтобы ваше плавсредство служило вам верой и правдой, а именно, не ржавело и было герметично, то есть не пропускало воду, необходимо как минимум раз в год проводить вот такое техобслуживание. Для этого нужна всего лишь быстросохнущая нитрокраска. Особое внимание нужно уделить стыкам между деревянным основанием и листами, и листами между собой. Следующий наш совет – это применение вот таких подстилок. Конечно, не красоты ради, а в целях сохранения сухими некоторых мест нашего тела. Особенно они необходимы при посадке на ветку, нища которой часто бывает влажной или даже мокрой. Полезны они и при долгом сидении в скротке, так как не пропускают влагу и воздействие холодной поверхности. Очень удобны, привязываются к телу человека, поэтому не падает в грязь и не затаптывается при частном вставании для стрельбы стоя. А это знаменитый колымский чебак. Я думаю, что среди любителей нашей передачи нет равнодушного к этой рыбе человека. Но многие не видели его в местах естественного обитания. Поэтому смотрите и наслаждайтесь. Но наши охотники не только наслаждаются, они не теряют время даром. Уважаемый телезритель, в этом месте надо заметить, что наконец-то полностью охвачена тема нашей передачи. Охота и рыбалка происходят одновременно. В сегодняшней рубрике мы предлагаем рецепт приготовления юколы из щуки. Рыбу разрезаем на две части и вырезаем плавники. Делаем насечки. Затем погружаем в круто соленую воду минут на 10. В хвостовой части рыбы делаем проколы и нанизываем на деревянную планку. Все это ставим недалеко от кострища, чтобы юкола пропиталась дымом костра. Через 2-3 дня северный деликатес уже готов. Приятного аппетита! Хотя мы считаем эту территорию своей, есть истинный хозяин этих мест. И мы всего лишь у него в гостях. Это горностай. Каждый год он встречает нас уже в летнем наряде. Он настоящий хищник и неутомимый охотник. Для нас он еще и мелкий воришка. Но он считает по-другому. Все, что находится на его территории, это только его. И по закону тайги он берет столько, сколько ему положено. Вашему вниманию эти уникальные кадры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok gs Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сегодня охота на Колыме Это роскошь, которую мы не часто можем себе позволить И именно потому эти моменты оставляют нашей памяти неизгладимые впечатления Мы желаем каждому охотнику хоть раз побывать в этих краях Красивая, первозданная природа заставляет нас призадуматься о ее хрупкости А бережное отношение к ней колымчан может стать примером для подражания Уважаемые любители охоты и рыбалки Мы завершаем колымский проект Напоминаем, что в обоих выпусках были использованы некоторые кадры из наших видеоархивов В связи с этим могли быть некоторые несоответствия новым правилам охоты На этом мы с вами прощаемся Следующий выпуск передачи будет посвящен соревнованиям по пулевой стрельбе Мы думаем, что эта тема не оставит равнодушным любого охотника Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok